Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда. Следующий вопрос. А правда, что хильбу нежелательно пить мужчинам, потому что она повышает женские гормоны? Ну, если кто-то, как говорят, как вот в религии есть такое понятие, если кто говорит, что это чаряк, и пусть он нам докажет. Ну, мы сейчас не о религиозных терминах, если человек утверждает, что оно вредно. Надо какие-то экспертные заключения от микробиологов вывести, что хильба при употреблении вредит и так далее. Нам, например, не специалисты в этом вопросе. Не могу однозначно сказать. Кто утверждает, что это вредит или нежелательно, или какие-то последствия, то он должен это привести на учительные заключения. Но ты в своей практике встречал вообще такое? Нет, я не в курсе. Ну, однозначно можно сказать, да, Абдурахман, что женщинам можно сколько угодно пить, а мужчинам лучше проверить, да, вот как-то так? Ну, женщинам обычно они употребляют для лактапии, чтобы пробивало молоко. Мужчина его употребляет только у диабетики. Я знал, например, много диабетиков, мои знакомых, которые сидят на хильбе, пьют чай, чтобы не пользоваться какими-то препаратами. Или у кого проблемы с давлением. Ну, насчет давления, это вообще другая тема. Надо насчет давления, снижение давления, необязательно хильба. Есть каркаде, чай, много разных препаратов, лимон и так далее. Есть альтернативы, кому напомню, хильба не нравится или не подходит. Это вопрос индивидуальный. Каждый уже организм индивидуальный. Ага. Хорошо, брат, Барак Лафик. Сейчас еще один вопрос. Лафик Баркова. А насчет киса, что скажете? Его в порошковом виде можно покупать и употреблять? Ну, я бы рекомендовал кис, во-первых, это корень. Корень, он выходит землей. На нем поры такие, если вы, наверное, кору дерева или кору любую видели, то на ней поры. И на ней много земли осталось. Я бы рекомендовал покупать, кто хочет, корни, очищать их, выпаривать, очищать их щеткой и до тех пор землю. Потом уже в какой форме человеку удобно употреблять ее. Хочет перемалывать, с медом ест. Хочет ее выкуливать. Не хочу сказать, что корни употребить. То есть превращать в дым, например, это посольный, если я заходу в страну, когда его некоторые слабые считают, для миндалей или как ингаляция полезна, этот дым выдыхает. И вот там внутрь, в полном объеме миндаля, он может просто наполнять атмосферу воздуха в том помещении, в котором человек находится. А так, Аллаху Алану. Барак Аллаху Абдурахману, Жазакова, Ухайра. А так ты готов прийти еще на передачу, если наши зрители захотят сильно? Ну, как сказать, я готов или нет, это свой вопрос. Если Аллах поможет мне в этом, если от этого пользы нет, и вам, и для людей, то я, как говорится, ощущение Абдурахману, я буду рад поделиться с людьми, иншалла. Но мы установили правила для них, не правила, а условия. Если наш первый комментарий наберет тысячи лайков, значит, они хотят тебя видеть в новом выпуске. Будем знать, иншалла? Ну, хайр, иншалла. Слава Алейкум, Слава Алейкум, Слава Алейкум.